Здравствуйте! Последнее воскресенье сентября в календаре праздничных и памятных дат значится как Международный день глухих. Что мы знаем о жизни тех, кто не слышит? Где они учатся, работают и как складывается вообще их судьба. В очередном выпуске программы «Актуальный репортаж» мы расскажем о специализированной коррекционной школе для глухих и слабослышащих детей, которая работает в нашем регионе вот уже больше 15 лет, открыв дорогу в успешное будущее десяткам своих учеников. Какие картины природы нарисовал нам автор? Какие? Сколько картин? У нас две картины. Урок чтения в четвертом классе. Вместе с учителем ребята разбирают стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро». И глядя на то, как живо и бойко ученики отвечают на вопросы, поясняя, что же именно хотел сказать поэт, трудно поверить, что находишься не в обычной школе, а в специальной, коррекционной, где занимаются дети с нарушениями слуха. Дети приходят совершенно разные к нам в первый класс. Вот у меня детки не разговаривали, придя в школу, а вот уже к четвертому классу, на пятом году обучения, они научились говорить четко, хорошо, контролируют себя, вот стараются, научились уже читать стихи наизусть. Все нацелено на то, чтобы они учились говорить, то есть на общение, чувствовали себя свободно, не стеснялись, общались не только со своими сверстниками, но и со взрослыми, с чужими людьми, которые приходят к нам в гости. Елена Колесникова – сурдопедагог с более чем 20-летним стажем. В интернате работает с самого его основания. Свои вопросы к детям ставят так, чтобы те в ответ проговаривали как можно больше слов, стараясь правильно ставить ударение. Очень важно, говорит педагог, чтобы ребята были готовы к общению в самых разных ситуациях. Мы адаптируем детей в социальную среду, чтобы они наравне со слышащими людьми могли потом жить, работать, общаться. В обычной жизни детям трудно, конечно, обучаться, поэтому специализированная школа наша помогает ребятам. Помогают родителям, тоже воспитывают таких сложных детей. И мы живем дружной семьей. Школа – наш общий дом. Дети любят нашу школу, стремятся сюда с радостью, любят своего учителя, и я их тоже очень сильно люблю. Коррекционная школа-интернат – учреждение с круглосуточным пребыванием учащихся. Сегодня здесь созданы все условия для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Разработаны специальные образовательные программы. Большое внимание уделяется воспитательной работе. Среди прочего, детей обучают и финансовой грамотности. Но начиналось все непросто. И первое, с чем пришлось столкнуться – отсутствие квалифицированных педагогов, владеющих жестовым языком. Было очень трудно в том плане, что нужны были учителя. Коллектива не было. Коллектив был один, два, три, которые закончили заочно имени Шолохова в московский вуз. Но жестовым языком владела одна дерябина Марина Николаевна, которая из среды глухих. Можно сказать, благодаря ей, ее начинанием, она всю эту группу, все за ней, мы ее слушаем, что она скажет. И вот такая ниточка между нами пошла. Ну, мы стали уже дружить с металлическим центром города Москвы. Директор Осипенко приезжала к нам, она проводила курсы. Мы стали осваивать жестовый язык, потому что постоянно одного переводчика на все уроки не поставишь, а уроки математики, уроки физики, уроки химии, терминология должна была быть по предмету. Поэтому учитель математики освоил жестовый, учитель физики освоил жестовый. И мы намного стали лучше работать. Сегодня коллектив школы-интерната – это высококлассные специалисты, профессионалы, знающие и любящие свое дело. Многие трудятся здесь с самого открытия образовательного учреждения. В их числе и учитель русского языка и литературы Татьяна Касьяненко. Эту профессию я выбрала еще, когда училась в училище черкесском педагогическом. У нас был предмет дефектология, коротко начитывался, мне понравилось. И после училища поступила в Ставропольский Государственный университет, где получила профессию учитель-логопед по специальности дефектология. Ну, после института было место, попала в эту школу. Мне понравилось и с тех пор работаю. И самая большая проблема – это я не знала жестового языка. Со временем, с годами я больше выучила этот язык и теперь мне уже не так трудно, как в начале. Как известно, ценность учителей измеряется заслугами учеников. И школе-интернату есть чем похвалиться. Здесь традиционно высокие результаты государственных экзаменов. Средний балл – 90, чем далеко не каждое образовательное учреждение может похвастать. Славится школа и спортивными достижениями своих воспитанников. Учеников школы нередко приглашают на международные соревнования. Среди тех, кого заметили на столь высоком уровне – Ангелина Ржевская, выступающая за сборную России по гандболу среди глухих спортсменов. Девушке 17 лет, шесть из которых она тренируется. Когда я была маленькая, мы с папой ходили на площадку, где играли в гандбол в центре города на Кирово. Когда мы подошли, мне понравилась эта игра и тренер дал согласие на то, чтобы я тренировалась в его команде. А в сборную России она попала по игровым первенствам, которые проводились среди слышащих. Ее заметили и пригласили в сборную. Большое внимание в школе уделяется развитию творческих способностей. Дети с удовольствием рисуют, занимаются лепкой, мастерят различные поделки, вяжут, вышивают. Такие занятия способствуют развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, прививают ручные навыки, необходимые для успешного обучения в школе. Наши девочки занимаются рукоделием. В частности, мы любим вышивать. У нас получается. В том числе и вышивка крестом. Вот у нас здесь девчонки работают. И вышивка гладью мы пробуем. Дети у нас участвуют в конкурсах обычно. Есть даже те, которые участвуют в международных конкурсах. Они этим занимаются с удовольствием, потому что у них, как говорится, в чем-то убыло, а здесь прибыло. Они хорошо видят свет, могут сочетать многие такие вещи. Легко им удается, в принципе. Ну и, конечно, трудолюбие не отнять. Ну и таланты. Развита в этой школе и индивидуальная работа с учениками. В отдельном кабинете, в раскрепощенной домашней атмосфере, ребенок занимается один на один с педагогом. Обустроена игровая комната для детей младшего школьного возраста, где они с удовольствием отдыхают после занятий. Работает в школе секция шахмат, которую с интересом посещают как мальчишки, так и девчонки. Есть в этой школе и не совсем обычный кабинет. От остальных он отличается наличием множества современной аппаратуры. Здесь педагог работает над развитием у детей слухового восприятия. В кабинете ученики работают в наушниках, усиливающих громкость. Сегодня мы с вами будем говорить о профессии. Задача учителя – вовлечь всех в обсуждение, заставить ребят думать, подбирать слова. Это кропотливая ежедневная работа, результат которой – улучшение остаточного слуха, развитие ритмичности и внятности речи, постановка правильного ударения, выработка слитности. Педагоги специальной коррекционной школы-интерната делают все, чтобы их ученики развивались наравне со здоровыми сверстниками. Учат поведению на улице, в магазине, поликлинике, изучают с ними правила безопасности дорожного движения. Словом, стараются дать как можно больше знаний и навыков для того, чтобы, выйдя из стен школы и вступив во взрослый мир, эти дети смогли совершенно спокойно вписаться в обычную жизнь. За 15 лет школа встретила и выпустила порядка 70 учеников. Но, уходя, выпускники не прощаются со школой навсегда, часто заходят в гости. Да и учителя интересуются судьбой своих учеников. Нормальные выпускники, хорошие, все работают. Кто может дальше? Вот в прошлом году выпускники поступили по два вуза. Один мальчик учится на учителя физкультуры и на ветеринара. Девочка учится по социальной работе и учителю или воспитателям вернется. То есть мы стараемся своих же выпускников, они которые говорящие, и более-менее забирать обратно. Это и школе выгодно. Это уже специалист, который умеет работать. У нас есть дети, которые занимаются бизнесом. В числе тех, кто окончил эту школу и смог добиться значительных успехов в жизни – Рустам Чучаев. Его имя известно далеко за пределами республики. Рустам 15 лет занимается вольной борьбой. Спортсмен является чемпионом России среди юношей до 17 лет, трехкратным чемпионом страны среди юниоров до 20 лет и многократным призером чемпионата России среди взрослых. Параллельно с занятиями спортом Рустам получил два высших образования, сейчас занимается бизнесом и совершенно не чувствует себя не таким, как всем. Надо трудиться и не думать о том, что я не такой, как все, а просто идти по своему пути. Вот я выбрал этот путь, и я стремлюсь идти вперед по этому пути. Все зависит от людей. Есть люди, говорят, да, вот как-то, ну, мне везло, говорит, вот как-то на людей хороших. И как-то вот это, я больше как-то это, встречал добрых людей. Говорят, конечно, раньше не было еще и телефонов сотовых, а сейчас, говорит, намного проще, говорит, теперь эсэмэсками общаемся, вообще язык общения, как говорится, это, и жестовый язык, а теперь еще и письменная речь. Если где-то, какие-то сложности, говорит, допустим, там, конечно, очень сложновато. А если вот просто общение, вот даже в магазине мне, дайте то, дайте то, это, говорит, легко, я, ну, коммуникабельный. Я пишу эсэмэску, показываю, и продавцы читают, если это, и так вот мы находим общий язык. Я бы, конечно, всем посоветовала заниматься спортом и учиться. Учиться самое важное, чтобы были знания, и тогда вам будет легко по жизни. Человек, изолированный от мира звуков, похож на зрителя немого кино. Без титров трудно разобраться в происходящем на черно-белом экране. Но благодаря неоценимому опыту, накопленному коллективом Республиканской специализированной школы-интерната за годы работы, мальчишки и девчонки преодолевают трудности, возвращаются, насколько это возможно, в мир слышащих. Что же касается в целом социальной адаптации людей с нарушениями слуха, то в рамках государственной программы «Доступная среда» в регионе реализовано несколько важных мероприятий. Это курсы русского жестового языка. Мы их проводим уже третий год. Обучили уже более 90 специалистов организаций, предоставляющих услуги населения, в том числе органов местного самоправления, государственной власти. Еще, значит, очень пользуется популярностью среди инвалидов по слуху конкурс жестовой песни. Мы его проводим уже не первый год. К нам с удовольствием приезжают инвалиды по слуху из соседних регионов. Это замечательное мероприятие. Я вам очень рекомендую посетить его. Буквально в октябре мы организовываем новый фестиваль жестовой песни. У нас уже есть свои звезды. Это студентка второго курса нашего университета, Алина Акбаева. Она берет на всех буквально конкурсах, обязательно берет призовые места. Замечательная девочка, талантливая. Ну вот, раскрылась, да, благодаря вот этим пенсиным конкурсам. Отдельно стоит сказать о единой диспетчерской службе для людей с нарушениями слуха, которая была открыта в мае прошлого года. Через диспетчера-переводчика служба осуществляет связь между глухими и слышащими при помощи видеосвязей, смс-сообщений, электронной почты, обеспечивая таким образом доступ людей с нарушениями слуха к скорой медицинской помощи, полиции, службам ЖКХ и многому другому. Десятки обращений в день. Спектр этих обращений весьма-весьма разнообразен. Это и помощь в оформлении каких-то документов, в получении справок, запись к врачу и так далее, и так далее. Вплоть до того, что молодые люди, инвалиды по слуху, могли, например, сделать заказ в кафе, используя диспетчерскую службу, почему нет. Заказать переводчика, записаться на прием в лечебные или иные социальные учреждения, вызвать на дом врача, специалиста в ЖЭУ, узнать расписание транспорта, заказать такси – вот далеко не полный список услуг диспетчерской службы. Воспользоваться услугами диспетчерской службы могут все желающие. Это как инвалиды по слуху, так и любые люди, у которых есть необходимость, например, довести информацию для инвалидов по слуху. Это и сотрудники органов государственной власти. Если к ним пришел инвалид по слуху, они могут позвонить на диспетчерскую службу и получить услугу, перевести какую-то информацию для инвалидов по слуху. Воспользоваться можно различными видами связи. У них есть и сотовый телефон, и городской телефон, и скайп, и видеотелефон. Мы постарались эту услугу сделать доступной для всех граждан нашей республики. Установили во всех районах республики видеотелефон и в центрах социального обслуживания. Поэтому эта услуга очень востребована и доступна практически для всего населения республики. На этом социальная адаптация людей с нарушениями слуха не заканчивается. Есть планы, и, как пообещали в Министерстве труда и социального развития региона, этой теме будет уделяться пристальное внимание. В свете недавно принятая Конвенция о правах инвалидов. Кстати, это Конвенция была принята благодаря тому, что общество глухих, инвалиды по услугу начали проявлять себя. И это было давно. Например, Международный день глухих, его приняли в 1951 году, установили. А вот впервые на Паралимпийских играх начали принимать участие именно инвалиды по слуху. Они весьма спортивные ребята, и у нас они регулярно выступают на Спартакеаде инвалидов, занимают призовые места. А день инвалидов по слуху, конечно, он значен для нас, для всех. Мы должны быть немножко более внимательными к тем людям, которые окружают нас. Мы, конечно, будем стараться сделать максимум для этих людей.